С каждым годом детей с аллергическими появлениями становится все больше. При отсутствии лечения аллергии у ребенка могут возникнуть серьезные осложнения. Астна, отек квинки, анафилактический шок и другие. В клинике СМ-доктор проводится аллергенспецифическая иммунотерапия АСИП, которая борется с причинами недуга, а не просто подавляет симптомы. Подробнее о методе лечения АСИП расскажет детский аллерголог-иммунолог главный врач и СМ-доктор на улице Космонавта Волкова Садовская Елена Геннадьевна. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Здравствуйте. Что такое аллергенспецифическая иммунотерапия АСИП? Аллергенспецифическая иммунотерапия или АСИП это один из основных методов лечения аллергии, заключающиеся в постепенном введении в организм пациента увеличивающихся доз аллергена, на которые у пациента имеются клинические проявления. Какие виды аллергий являются показанием к проведению АСИП? Основные заболевания аллергические, которые можно лечить АСИП, это аллергический ренит, круглогодичные сезоны, сезоны называются поленоз, это легкая степень бронхиальной астмы, также аллергический конинктивит, аллергеном также является пыльца растений. С какого возраста показана данная методика? Методом АСИП можно лечить пациентов, начиная с возраста 5 лет. Расскажите, пожалуйста, о формах и особенностях проведения аллерген-специфической иммунотерапии у детей. Аллерген-специфическая иммунотерапия за время своего существования претерпела много изменений в формах и методах введения в организм пациента аллергенов. Еще в 1911 году двумя учеными из Англии, Нун и Фриманом, было экспериментально проведено лечение на добровольцах. Подкожное введение водного раствора аллергена пыльцы растений у пациентов на год исчезли симптомы заболевания. Этот метод совершенствуется, и такое длительное использование этого метода в лечении показало очень хорошую эффективность и безопасность этого метода лечения. В настоящее время большой популярностью пользуются легкая форма, доступная в введении аллергена – это через рот в виде капель или таблетированной формы. Бывает круглогодичная доставка аллергена в организм, бывает предсезонное введение. Все зависит от того, от какого вида аллергии лечится пациент. Аллерген-специфическая иммунотерапия или АСИД показан тем пациентам, у которых невозможно избежать контакта с аллергеном. Существуют ли противопоказания для проведения АСИД? Первым противопоказанием является ранний детский возраст, до 5 лет мы не пользуемся этим методом лечения. Противопоказанием является тяжелая форма бронхиальной астмы, иммунные заболевания, онкологические заболевания. В чем преимущество аллерген-специфической иммунотерапии? Преимущество аллерген-специфической иммунотерапии состоит в том, что пациенту приходится меньше пользоваться симптоматическими препаратами. Пациент перестает реагировать на аллергены, против которых проходит лечение. Особенно это касается детей, потому что очень часто симптомы аллергии и ОРЗ совпадают. Но при наблюдении или при диагностике у аллерголога выясняется, что ребенок часто болеет ОРЗ, потому что он подвержен реакции на инфекционные агенты, а у него просто банальная аллергия на клещи домашней пыли. Очень много прошло пациентов, которые относились к группе часто болеющих детей, но при лечении осид, включая домашние пыли, они перестают болеть даже при смене детского коллектива. Спасибо вам, Елена Геннадьевна. Спасибо большое вам за интересные вопросы, за актуальность темы, потому что заболеваемость аллергиями растет в последнее время, и она состоит в мире уже на третьем месте по частоте встречаемости. Дорогие слушатели, дорогие пациенты, приходите к врачу-аллергологу, он поможет вам справиться с вашими проблемами. Субтитры создавал DimaTorzok